Всем привет! Вы на канале жизни с цветами и без. Меня зовут Светлана. Звезда сегодняшнего экрана Пахистахис. Пахистахис звучит как какая-то греческая фамилия, да? Смотрите, какой красавчик! Это же вообще сказочный цветок. Ну, имеет народное, конечно же, название. Любит наш народ давать названия. И мы их с удовольствием принимаем. Называется он в народе «Золотой колос» или «Золотой леденец». Других названий я не слышала. Если вы слышали, обязательно скажите. Вот у меня этот цветочек в сентябре будет как год. Я его купила на нашем Новомихайловском рынке 4 сентября в прошлом году. Вот в сентябре буду его отмечать годик. Причем он был очень таким масеньким. Всего было два, вот, наверное, вот такого размера цветочка. И посмотрите, какой стволик у него. Уже деревеневший, голенький. Видать, растение было старенькое. Хозяйка его начеренковала. И старушку, или старичка, по хистахисон, старичок, вынесла продавать. Ну, я когда увидела, меня, конечно, сразили на повал вот эти колосочки. Они даже были без вот этих белых цветочков. Это я потом уже узнала, что этот колосочек – это предцветники. Так же, как у Бугенвилли – предцветники. А потом вот эти беленькие цветочки – это и есть цветы. И еще, знаете, почему я на него так резко клюнула? Ну, красивый колосочек, желтенький. Мой любимый цвет – это желтый, понятно. Но, вот смотрите. У меня вот есть книга, ей 20 лет. Она, выпуск у нее... Ой, сейчас, секунду, секунду, быстро. Где она у меня тут, выпуск? А, вот. Ну, где ты, да июнь? А, вот она. 2002 года. Вот у меня тут закладочки. Вот знаете, эта книга у меня как-то задержалась в доме. Очень хорошая. Вот кому попадется цветоводы, приобретите обязательно такую книгу. Ну, сейчас, наверное, такие книги будут только где-то на барахолках. Не знаю, новые выпуски есть этой книги или нет. Вот здесь прям вот полнейшее собрание в коротких таких вот статейчках про цветы. Ну, про она супер-пупер. И когда я эту книгу покупала, естественно, я в глаза не видела вот этот цветочек. И, честно говоря, вот на книге он не так классно смотрится, как вживую. Я еще думаю, господи, что это за цветок? Ну, конечно, в этой книге я про него нашла, почитала. Вот у меня тут, у меня все закладки есть. Какие цветы у меня есть. Вот он, про него чуть-чуть написано. Вот что и достигает он 45 сантиметров высоты. Ну, при какой температуре его держать. Вот кто захочет, сделайте на паузу и почитайте. А я расскажу сейчас, как я его содержала весь этот год и какие у меня были ошибки. Так, он у меня стоял сначала на южном окне. Ну, я думаю, ну, цветочек желтенький, солнечный. А на солнечном окне он у меня листики опускал, осыпался и боялась я его перелить. А он, оказывается, очень любит попить. Вот эти две ошибки у меня были. Я его не доливала и держала на южном окне. Вот как-то так. Теперь, сейчас он у меня находится на восточном окне. Утром ему солнышка хватает, а днем целый день у него как бы рассеянный свет. Но это ему, по-моему, достаточно. Потому что, смотрите, какой он у меня стал. Красавелла. Да? Прям вообще супер-пупер. И поливаю я его буквально каждый день. Пьет он воду сильно. Причем воду я доливаю чередую. Либо у меня есть жидкий биогумус. Я доливаю воду по чуть-чуть. Не по норме, как пишут, а по чуть-чуть. Либо есть у меня жидкая фертика. Тоже по чуть-чуть. Если вы поливаете через раз с удобрениями, то там, конечно, можно и побольше дозу. Но если я по чуть-чуть, то поливаю при каждом поливе. А поливе, я сказала, я каждый день плюхаю по чуть-чуть. Особенно в период цветения он в этом нуждается. Цветочек держится очень долго. Вот нет, вернее предцветники. Вот эти, вот у меня дня три держались беленькие. Вот на этом уже начали опадать. А сам вот этот колосок, я по прошлому году помню, держался очень-очень долго. Но я надеюсь, в этом году он меня порадует. Причем смотрите, сколько у него колосков. Вот здесь, вот сейчас секунду. Вот он один, вот большой колосок. И у него вот же маленькие опять пошли прям от него колоски. Я насчитала сейчас 10 колосочков. И здесь также, вот прям возле колоска маленький. Ну и с той стороны где-то. А, ну и вот. Ну в общем видите, да? Причем вот еще здесь ниже колосочки эти пошли. Я прям вот не нарадуюсь. Какой он все-таки красивый этот цветочек. Так, про грунт. Значит, в этом году я его пересаживала где-то в апреле месяце. И посадила я его вот в теравиту. Вот как бы у меня разные грунты. Я использую разные. Но вот он в частности сидит в теравите. Плюс я добавляла сюда вермикулит. Но честно говоря, когда я его на следующий год буду пересаживать, вермикулита поменьше надо ему. Да и здесь у меня я не думаю, что его много, вермикулита. Потому что вермикулит забирает... Ой, нет, вру. Перлит, перлит. Перлита у меня мало, эти беленькие шарики. Он забирает на себя воду. Потом типа отдает цветку, но и пересушивает землю. Так, значит, здесь у меня теравита, чуть-чуть перлита, чуть-чуть вермикулита, биогумус добавляла. Я прям вот земля биогумус покупала. Чуть-чуть лечузы, как разрыхлитель. И осмокот. Осмокот я сыпала. У меня был до трех месяцев осмокот, который действия. Но вот я уже приобрела на 9 месяцев осмокот. Я думаю, это будет лучше, чтобы зимой поменьше он питался. А вот все 9 месяцев питался. Но это я уже весной его буду пересаживать. И здесь горшок совсем не маленький. Средненький для него. Не малюсенький. И керамзит. Вчера смотрела одного блогера, я на него подписана, Георгий. Многие его знают, кто в ютубе сидит. Вот у него оранжерея, вернее теплица. И он там выращивает кактусы и суккуленты. Хотя говорят, что кактусы это и есть суккуленты. Но неважно. Вот он не любит керамзит и сажает все свои суккуленты в гравий. Я пыталась, у меня не получилось. Но опять же, это же у всех условия разные. У него теплица, это одно. В домашних условиях, наверное, другое. Я керамзит люблю. Тем более, он держит воду. А я когда уезжаю из дому, мне надо, чтобы цветочки еще как-то выдержали. Кстати, в прошлом году я на неделю уезжала. Я вот сюда, прямо сверху, положила шарики. Гидрошарики есть такие. Их в воду бросаешь, они растут. И потом вокруг растения обкладываешь. И как бы они питаются. И вот он как-то выдержал у меня. Вот недельку меня дождался. А вот, смотрите, сейчас заострила внимание на листочках. Сразу скажу. Видите, засохшие листочки. Это где-то я пропустила полив. Вот он начинает отсушивать. Когда с поливом вы пропустили. Я раньше старалась, вот пощупаю верхний слой. Ну, просох, можно поливать. Сейчас я лучше по чуть-чуть. Но именно этот цветок. По чуть-чуть, но каждый день. Вот так вот сделаю. Так. Что касается пересадки. Вот я его в... Да, в этом году, я же сказала, я его пересадила. А в прошлом году, когда он у меня отсвел, я попыталась сделать черенок. Сначала ставила воду. Вроде бы и курить дал. Потом поставила в землю. И поставила, ну, такое прозрачное ведро. И чуть-чуть сверху накрыла. Вы знаете, он у меня сгнил. Не получился. И я сказала, ну, хорошо, я один отрезала. И тут было всего... Когда я его покупала, было всего два разветвления. Сейчас он уже мне дает... Так, вот сейчас покажу. Так. Вот было два, а вот уже третье разветвление. Ну, вот по цветам ясно. Вот одна ветка, вторая ветка и вот третья ветка. И хорошо, что я срезала всего один. Попробовать не получилось. В этом году... А, еще я сделала ошибку, что я это сделала осенью. Вот я его дождусь в этом году весны. И попробую сделать один череночек весной. Ну, и осенью я попаду в Краснодар на выставку продажу цветов. И обязательно куплю себе дублик. Но мало ли что, такую красоту мне жалко будет терять. Потому что неизвестно, как он у меня зиму переживет в моей жаркой, прижаркой квартире. Так, что я еще не сказала? А, любит он купание и опрыскивание. Но я его опрыскиваю и купаю, чтобы, естественно, не дотронуться к цветочкам. Иначе от воды цветочки... Но у меня, во всяком случае, я по прошлому году помню, вид у них был неэстетичный, некрасивый. Поэтому сейчас я вот, когда приношу его в душ, я вот нижние цветочки купаю. Вредителей у меня у него не было. Хотя я подозреваю, что... А, нет, вру, были. Я имею в виду, вот здесь не было, на листочках. Хотя я подозреваю, что 100% его кто-нибудь любит, кто-нибудь дожрет. У меня были какие-то козебушки, ползали по поверхности. И я быстренько-быстренько проливала сирамисом. Вот землю пролила сирамисом. И, по-моему, даже брызгала листочки сирамисом. В этом году я это делала два раза. Где-то в мае, вот когда увидела этих земных или подземных жителей. И вот буквально вчера тоже я обработала сирамисом для профилактики. Хотя с одной девушкой-блогером общалась по поводу сирамиса. Она как-то к ним относится с осторожностью и не рекомендует. Не знаю, мне понравилось. Во всяком случае, в этом году я не вижу на своих цветах всяко разных козебошек, как я их называю. А этот отряд вредителей, они у меня называются отряд козебошек. Вот так. Ну, наверное, все рассказала про него. В восторге я от этого цветочка. Только вот надо понять, что ему надо. Надеюсь, я кому-то помогла, рассказала. Если что-то забыла, спрашивайте, отвечу. И я думаю, что в этом году это не последняя съемка Пахистахиса. Хочу дождаться, пока все вот эти колосочки откроются. Чтобы мы посмотрели его во всей своей красе. Ну и на этой веселой ноте я желаю... Ой! Желаю вам и вашим цветочкам процветания. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok